Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Вспышка инфекции в детском лагере «Юный рыбак» в преображении привела к госпитализации нескольких десятков человек. От отсутствия организации, как правило, происходят всевозможные ненужные несчастные случаи. Нехватка зелёных мест для отдыха – далеко не новая проблема для Владивостока. Так обстоят дела в парке минного городка. Подготовка к выпуску на волю второй партии косаток, содержащихся в бухте «Средняя», начнётся в Приморье в четверг. Также в выпуске. Капитан милиции в отставке спас тонущего ребёнка на реке Дачная в Арсеньеве. И ещё расскажем. 19 уголовных дел за контрабанду леса на 41 миллион рублей возбудила уссурийская таможня. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. На территории стройплощадки нового казино «Шамбала» произошло обрушение бетонной плиты перекрытия. В соцсетях распространяют информацию о шести погибших и трёх раненых рабочих. Однако представители компании-застройщика и департамента здравоохранения Приморского края официально опривергают эти данные. Никаких вызовов в скорую помощь Артёма и Владивостока с объекта не поступало. Инцидент произошёл накануне в строящемся в игорной зоне Приморья новым казино. По неустановленной пока причине случилось обрушение бетонной плиты на верхнем этаже. Её размер 15 на 15 метров. Рухнула она с трёхметровой высоты. Конструкция буквально придавила всё, что находилось под ней. В корпорации развития Приморского края, со слов представителя компании-застройщика, сообщили, что бетонная плита уже была залита. Работы в момент обрушения на этом участке не велись. Все, кто находился рядом, успели разбежаться. В настоящее время рабочие занимаются разбором завала. Впереди независимая экспертиза для выяснения причин. 19 уголовных дел за контрабанду леса на 41 миллион рублей возбудила уссурийская таможня. Как рассказал начальник отдела дознания Михаил Росли, предприниматель из Владивостока организовал незаконный экспорт в Китай пиломатериалов дуба монгольского и ясеня манчжурского объёмом почти 2500 кубометров. По заказу граждан КНР он использовал реквизиты фирмы, директором которой официально числилось подставное лицо. Являясь фактическим руководителем этой фирмы, мужчина незаконно перемещал через таможенную границу стратегически важные ресурсы – пиломатериалы из дуба монгольского и ясеня манчжурского. При таможенном декларировании леса он заявил недостоверные данные о происхождении экспортируемого товара. По фактам контрабанды лесоматериалов уссурийская таможня возбудила 19 уголовных дел по статье «Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере». Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Вспышка норовирусной инфекции в детском лагере «Юный рыбак» в Преображении привела к госпитализации нескольких десятков человек. Об инфекции стало известно 7 июля во время проведения дальневосточного шахматного турнира среди детей, когда первые заболевшие почувствовали себя плохо. На место оперативно прибыла бригада специалистов медицины «Катастроф». Первых пострадавших отвезли под наблюдение в Лазовскую центральную районную больницу. Как развивается ситуация, расскажет Катерина Матвеева. Буквально пару дней назад дети разучивали песни, скандировали речевки, купались в море. А потом оказались на больничной койке. Как случилось, что лагерь 70-летней истории и отличной репутации не обеспечил детям безопасное пребывание на отдыхе, еще предстоит выяснить прокуратуре. А пока с подозрением на норовирсную инфекцию госпитализированы, по сообщению Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, 67 детей. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка поручил разобраться с ситуацией. Наша задача сделать так, чтобы действительно летний отдых был тем зарядом энергии, сил, которых хватит на весь следующий год. От отсутствия организации, как правило, происходит всевозможное ненужное несчастное случаем. Поэтому этот вопрос, уважаемые главы муниципальных образований, руководители районных отделов образования, берите под контроль. Норовирус – не отравление, а болезнь грязных рук. В выходные в лагере был родительский день. Также дети купались. В ходе исследований Роспотребнадзор выявил нарушение обязательных требований к правилам приготовления, хранения пищевых продуктов, содержания в помещении пищеблока. Также представители ведомства проводят комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Впереди пляжный сезон. Это особенно касается тех мест, где есть территории с выходом на море. И партизанский район, и находкинский район, и городской округ Владивосток, Хасанский район. Есть у нас озера, в том числе и в Спасском районе, куда вывозят детей на хранку. И есть речки. Поэтому, уважаемые главы, просмотрите все места пляжного отдыха. Губернатор края поручил усилить контроль за выполнением всех санитарных противопожарных норм организации досуга детей в местах их пребывания. Сейчас летняя кампания в самом разгаре. 48,5 тысяч юных жителей Приморья набираются сил на летних каникулах. Их отдых обеспечивают 580 оздоровительных организаций края. Олег Кожемяка акцентировал внимание на тех местах отдыха, в которых были выявлены нарушения. Сами проедьте, посмотрите, окажите все вместе с МЧС, окажите все меры, необходимые для безопасности детей, чтобы были в наличии круги, подготовленные люди для спасения. Был инструктаж проведен, как спасать ребенка. Этот инструктаж был на месте, находился, чтобы это знали. Эти инструкции проведены были с детьми, с точки зрения того, чтобы с забоей никто не заплывал. Сейчас детский лагерь «Юный рыбак» временно закрыли. Все дети были выписаны из медучреждения. А в крае работает горячая линия по вопросам, касающимся оздоровительной кампании. Телефоны линии 8-42-32-54-63-43 и 8-42-32-54-63-53. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. А тем временем в рамках всероссийской акции «МВД «Безопасное лето» сотрудники приморской милиции и представители общественности посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. На момент визита гостей в Центре находились 12 детей. В этот центр по решению суда попадают подростки со всего Приморья, совершившие правонарушения или преступления. Сотрудники приморской полиции стараются быть для таких ребят теми самыми людьми, на чью помощь дети всегда могут рассчитывать в трудную минуту. В начале встречи сотрудники МВД разъяснили ребятам их права и обязанности. А также рассказали о вреде и последствиях употребления запрещенных веществ. Об ответственности за правонарушения. Они посоветовали ребятам пересмотреть свое поведение, чтобы те скорее вернулись домой и больше никогда не попадали в места принудительного содержания. Устроили ребятам и небольшое кинологическое шоу. Кинологи показывали элементы дрессировки, а полицейский пес – свои навыки и способности. В завершении встречи полицейские и общественники ответили на вопросы интересующие ребят, а также вручили им сладкие подарки. Еще однолетняя зона риска – водоемы. В городе Арсеньев помог избежать трагедии капитан милиции в отставке. Он спас тонущего ребенка. Проезжая мимо реки Дачная, Аркадий Руднев остановился возле моста, чтобы покормить уток. Мужчина увидел, как с моста спрыгнул 10-летний мальчик и начал тонуть. Ни секунды не раздумывая, бывший сотрудник МВД бросился на помощь и прыгнул в реку. Мужчина вытащил захлебнувшегося мальчика из воды и оказал ему первую медицинскую помощь. Спасательная операция завершилась успешно. Ребенок был в сознании и не нуждался в госпитализации. Пацан прыгнул. Беседа где-то в районе Круг. Прыгнул, а я стоял и смотрел на перелок тоже. И сразу же внутри ушел с головой под воду. Выныривает глаза огромные, руками по воде стучи, смотрю, плавать не умеет. Опять под воду ушел. Я понял, что сейчас пацан утонет. Легу сюда, перепрыгиваю здесь, на ходу снимаю телефоны. Здесь я бросил на берегу и прыгал за пацаном. За руку его поймал, вытащил на берег, постучал по спине, он кашляет, клюется. Говорю, нормально, живой. Говорит, ну живой. Бывший сотрудник милиции, имеющий более 15 лет стажа работы в органах внутренних дел, рассказал, что работа приучила его к моментальной реакции на любые чрезвычайные обстоятельства. За проявленный героизм при спасении утопающего Аркадию Рудневу вручили благодарственное письмо. В Приморье отменен режим ЧАЭС, введенный после паводка в августе 2018 года. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации региона. Напомним, режим ЧАЭС в районах Приморья был введен после масштабного наводнения, вызванного тропическими тайфунами и циклоном. В некоторых населенных пунктах за считанные дни количество выпавших осадков превысило месячную норму. Проливные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реках, из-за чего были затоплены дома, размыты дороги и мосты. Тем временем Приморье активно переходит ко второй стадии летнего муссона. В этот период антициклон над Охотским морем и циклоничность над Китаем меняют тактику. От стационарного противостояния они переходят к попыткам распространить свое господство над Приморским краем. Сейчас в западной части края лето продолжается. Дневная температура воздуха до плюс 30 градусов. А дальше, по информации приморских синоптиков, циклон попытается взять Приморье в тиски с трех сторон. С севера через Хабаровский край, с запада через территорию КНР и с юга через Японское море. Со всех сторон будут наблюдаться приличные дожди. Но все силы антициклона будут направлены на то, чтобы блокировать их перемещение на территорию Приморья. Поэтому, по прогнозам, циклон с Японского моря в период с 11 по 12 июля медленно пройдет над акваторией моря, прижимаясь к Японии. И все дожди выпадут там. А над Приморьем будет в основном пасмурно. Возможно, с небольшим дождем. Но интенсивным дождям антициклон разгуляться не позволит. А затем антициклон попытается раздвинуть тиски и будет продолжать оберегать Приморский край от сильных осадков. Подготовка к выпуску второй партии косаток начнется в Приморье в четверг. Напомним, 27 июня ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых содержали в Бухте Среднее. Такая операция проводилась впервые и стала достаточно сложной. В первую очередь с точки зрения логистики. И тем не менее, выпущенные на волю животные благополучно добрались до родных мест обитания. Тему продолжит Евгений Черемухин. На этих кадрах дорога и процесс транспортировки морских млекопитающих к месту реадаптации в Николаевском районе Хабаровского края. Несчастных косаток и белух, заключенных в так называемой китовой тюрьме, начали выпускать в конце июня. Сообщается, что сейчас первая группа освобожденных животных из Бухты Средняя, две косатки и шесть белух, успешно освоилась в море. Некоторые особи проплыли почти 500 километров. Видеоматериалы, опубликованные Консилиумом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, позволяют составить кое-какую картину о процессе извлечения мормлеков из недружелюбной среды. Известно, что реадаптацию выпущенным млекопитающим почти не проводили. Посчитали, что и без нее киты и белухи готовы встретиться с дикой природой. Однако после долгой тряски в тесных контейнерах по российским дорогам, некоторые из них потребовали массаж. Через неделю после выпуска первой партии назад состоялась пресс-конференция, на которой эксперты обсудили статус освобожденных животных. На пресс-конференции также сообщили и о состоянии выпущенных животных. По данным ученым, у них был повышен сахар и холестерин. Их в китовой тюрьме кололи витаминами и антибиотиками. К слову, перемещение мормлеков отслеживают при помощи маяков GPS. Следующая партия морских животных ожидает очереди на избавление. Готовить новую партию начнут уже на этой неделе. Будут одни косатки, 3-4 штуки. Группы были сформированы с учетом родственной связи. Мы, к сожалению, технически не можем перевести всех разом, как предлагают некоторые экологи. У нас нет для этого технических средств. Первый выпуск был двухвидовые. Мы поняли, как ведут себя косатки, а как белухи. Последующие выпуски у нас будут одновидовые. В первую очередь будем выпускать косаток. Косатки – приоритет, так как их необходимо выпустить до сезонной миграции. Примечательно, что и для них более удобного способа транспортировки, например, большого транспортного корабля, не предложено. Напомним, что оказать помощь в транспортировке мормлеков предлагал в свое время Тихоокеанский флот. Евгений Черемухин. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Льготная ипотека поможет остановить отток молодых специалистов с Дальнего Востока, считают эксперты. Во Владивостоке уже давно существует нехватка зеленых мест для отдыха. Как обстоят дела в парке Минного городка, выяснил наш корреспондент. Традиционная продовольственная ярмарка пройдет на Центральной площади Владивостока в предстоящие выходные 13 и 14 июля. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Льготная ипотека поможет остановить отток молодых специалистов с Дальнего Востока, считают эксперты. Во Владивостоке уже давно существует нехватка зеленых мест для отдыха. Как обстоят дела в парке Минного городка, выяснил наш корреспондент. Традиционная продовольственная ярмарка пройдет на Центральной площади Владивостока в предстоящие выходные 13 и 14 июля. Итоги ЕГЭ-2019 подвели во Владивостоке. Средний балл сдачи единого государственного экзамена в Приморской столице стал выше в сравнении с прошлым годом. Об этом стало известно в ходе заседания Межведомственной комиссии при администрации города. На заседании выяснилось, что выпускники стали серьезнее относиться к учебе, о чем свидетельствует количество золотых медалистов. Их в этом году 126 человек. Помимо списка отличников, увеличилось и число ребят, написавших ЕГЭ на максимальный балл. 14 выпускников Владивостока сдали экзамен на 100 баллов. Отметим, что самым популярным предметом для сдачи на ЕГЭ-2019 остается общество знания. Следующий по популярности – история и физика. Лучшие результаты выпускники Владивостока показали по русскому языку. Средний балл по этому предмету составил 68,2. Льготная ипотека поможет остановить отток молодых специалистов с Дальнего Востока, считают эксперты. Программа ипотечного кредитования со ставкой 2% для дальневосточников поможет развивать города, где работают крупные предприятия. Жилищные проблемы часто становятся одной из причин уехать из региона. Молодежь зачастую не в силах накопить даже на первоначальный взнос. Льготная ипотека под 2% будет доступна молодым семьям, в которых возраст обоих супругов не достигает 35 лет. А также участникам программы «Дальневосточный гектар». Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Сейчас на Дальнем Востоке около 16 тысяч семей не имеют собственного жилья. При этом 8 тысяч человек заявили, что готовы построить свое жилье на дальневосточном гектаре. По предварительным оценкам, дальневосточная ипотека позволит построить более 7 тысяч домов. Первые ипотечные договоры с льготной ставкой под 2% дальневосточники смогут оформить к концу этого года. На льготную ипотеку МИМ «Восток развития» предусмотрено 15 миллиардов рублей. Летние отпуска и каникулы многие жители Приморской столицы вынуждены проводить в городе. При этом владивостокцы на общественных слушаниях не раз говорили, что городу не хватает общественных зеленых мест – парков, скверов. И просили благоустроить парк Минного городка – большую зеленую зону с озерами и прогулочными зонами. Год назад администрация Владивостока взялась, казалось бы, за парк Минного городка. Решали, как привести его в порядок максимально быстро и каковы его отдаленные перспективы. Проект развития парка Минного городка планировали реализовать поэтапно на средства бюджета и инвесторов. Тему продолжит Дмитрий Беломеснов. Когда-то парк Минного городка был процветающей ухоженной территорией, где активно могли проводить время и взрослые, и дети. К сожалению, сейчас это место используется нерационально. Территория крайне запущена и нуждается в основательной реконструкции. Уже несколько лет администрация Владивостока пытается реализовать проект развития парка Минного городка. При этом стоимость реализации высока для городского бюджета – больше двух миллиардов рублей. Несколько раз за последние годы мэрия объявляла торги, заявляла амбициозные проекты, но каждый раз дело ничем не заканчивалось. Последним о масштабной реконструкции говорил Виталий Веркиенко в 2018 году. Договаривался с инвесторами и даже планировал превратить Минный городок в Диснейленд. При отсутствии предложений конституционеров создадим план действий и поэтапно пойдем по развитию парка за счет средств муниципалитета. Идеи концепции ремонта парковых зон включали в себя очистку озер и благоустройство лесопарковой зоны, реконструкцию ливневой канализации, устройство освещения, пешеходных, беговых и велодорожек, спортивных и детских зон. В прошлом году Виталий Веркиенко поручил найти возможности отремонтировать разрушенную лестницу посередине парка, которой активно пользуются посетители и горожане. Однако спустя год лестница осталась нетронутой и в прежнем виде. Пока текущим содержанием, уборкой и охраной территории парка занимаются арендаторы. Они не только следят за чистотой и порядком, но и по возможности ремонтируют объекты благоустройства. Новый глава города Олег Гуменюк также пообещал привести Минный парк в порядок. Однако пока ни конкретики, ни сроков. Глава Владивостока отметил, что в приоритете у властей благоустройство Покровского парка, которое в этом году Владивостокская епархия передала в муниципальную собственность. Минный городок – это большой комплекс, который действительно требует внимания. И есть поручение губернатора Приморья начать проектную работу и определиться с концепцией развития. Но пока Минный парк всё так же ждёт инвестора и талантливого проектировщика. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Продолжение следует... В июле на прилавках также можно найти свежие ягоды и фрукты, зелень и овощи. Известны также и ориентировочные цены на продукцию. Например, Минтай можно будет найти за 50 рублей за килограмм. А самый высокий ценник на горбушу составит 250 рублей. Среди овощей прошлогодний картофель обойдётся посетителям ярмарки примерно в 20 рублей за килограмм. А свежая морковь – в 60. Ярмарка будет работать каждые выходные по субботам с 9.00 до 18.00, по воскресеньям с 9.00 до 17.00. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Вспышка норовирусной инфекции в детском лагере «Юный рыбак» в преображении привела к госпитализации нескольких десятков человек. Обрушение бетонной плиты перекрытия произошло на территории стройплощадки нового казино «Шамбала». Нехватка зелёных мест для отдыха – далеко не новая проблема для Владивостока. Парк минного городка по-прежнему нуждается в ремонте. Льготная ипотека поможет остановить отток молодых специалистов с Дальнего Востока, считают эксперты. Подготовка к выпуску на волю второй партии косаток, содержащихся в бухте «Средняя», начнётся в Приморье в четверг. Традиционная продовольственная ярмарка пройдёт на Центральной площади Владивостока в предстоящие выходные 13 и 14 июля. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или прицелайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Во Владивостоке одним из любимых развлечений туристов, особенно из Поднебесной, является кормление голубей. При этом хорошо известно, что птицы способствуют распространению мусора. Являются, как и крысы, переносчиками опасных заболеваний. Голубиный помёт портит городские художественные объекты. И вот здравое решение приняли наши соседи по региону. В Магадане ввели штраф за кормление голубей. Мэр Магадана заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах города. В разных районах устанавливают таблички с предупреждением о штрафе – от 2,5 до 5 тысяч рублей. Во Владивостоке пока такое решение не принято. И популяция столь милых сердцу китайцев голубей процветает. Но есть в нашем портовом городе более эстетичное, но, к слову, тоже небезопасное занятие – кормление чаек. На симбиоз любителей покормить и любителей дармового общепита смотрим вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был я, Сергей Комаров. Увидимся на восьмом.